Главный финансовый документ Владимира верстали с учетом прогноза социально-экономического развития города в следующем году. Оно, по словам начальника экономического управления мэрии Татьяны Терентьевой, будет стабильным, но на финансовые запасы рассчитывать не приходится. Доходы бюджета по проекту составят 6 миллиардов 684 миллиона рублей. Это на 120 миллионов меньше, чем в текущем году. Расходы 7 миллиардов 22 миллиона. Дефицит больше 300 миллионов рублей. Тем не менее, в мэрии заверяют, все социальные обязательства будут выполнены. Львиная доля бюджетных расходов 74% как раз социальная сфера. Из них 82% это отрасль образования, социальная политика 11% расходов, 5% на культуру и 2% будет направлено на физическую культуру и спорт. Почти половина доходов бюджета – дотации субсидий. В следующем году город примет участие в 28 госпрограммах, в том числе медицине, строительстве и образовании. Планируется строительство на перспективу еще трех школ, но на ближайшую перспективу – это начало строительства школы в микрорайоне Коммунар. Ввод планируется в 2021 году. В 2025 году все школьники должны обучаться в одну смену. Ну и в связи с этим вот как раз сейчас и прорабатываются вопросы как раз строительства и открытия новых школ. Почти 400 миллионов рублей Владимир планирует потратить на ремонт дорог и благоустройство 25 дворов. 72 миллиона пойдут на уличное освещение. Также предусмотрены средства на обеспечение льготного проезда социальным категориям граждан на социальных маршрутах города, троллейбусы, автобусы в сумме 153,4 миллиона рублей. На дорожное хозяйство будет направлено 489 миллионов рублей. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составляют 535 миллионов рублей. После доклада главного финансиста города участники публичных слушаний спросили Веру Трусову, почему ни копейки не выделено волейбольному клубу «Владимирец» и почему на расселение ветхого жилья запланировано всего 3 миллиона рублей. Микрофон взял глава бюджетного комитета горсовета Леонид Фоменко. По словам депутата, бюджет 2019 года маленький. Город впервые достиг предельного уровня дефицита. И выход, по словам Фоменко, из этой ситуации только один. Передача некоторых финансовых обязанностей города Белому дому. Например, оплату труда нянечек в детских садах. Предложение поддержали и другие депутаты. Это вопрос по финансированию оплаты труда младших воспитателей. Если говорить по цифрам, это 145 миллионов в год мы тратим тех средств, которые формально должна тратить область, согласно закону образования. Если смотреть по другим, допустим, городам, в Рязани, это 100% субъект федерации оплачивает. Последние годы все больше и больше полномочий сбрасывались на плечи города Владимира, как муниципалитета. Но финансовые поступления, к сожалению, за этими полномочиями не шли. На комитетах обсуждается бюджет 2019 года. Очень часто звучат из депутатов вопросы о пересмотре налогов, которые должны оставаться в городе Владимире. По крайней мере, звучали это и транспортный налог на физический риск, который, в принципе, у нас и был раньше. Все эти предложения депутаты вместе с чиновниками городской администрации в самое ближайшее время намерены направить губернатору и депутатам законодательного собрания области. Для того, чтобы область в этой ситуации, соответственно, не только пришла на помощь городу, но и понимала свою тоже степень ответственности за то, что происходит у нас в городе. Тем более, что, еще раз я об этом много раз говорил, что требования к Владимиру как к областному центру и по благоустройству, и по качеству предоставления услуг максимально высокие. Кстати, познакомиться с основными параметрами городского бюджета 2019 в доступной и понятной форме можно на сайте мэрии в разделе экономика и городское хозяйство под заголовком «Бюджет для граждан». Оксана Любимова, Александр Мажаров, 6 канал.